всем огромный привет решила я начать свой влог с работ которые последние я сшила потому что эти девочки уже у нас сегодня уезжают и многие спрашивают что я сейчас шью успеть надо показать и буду упаковывать шью я в основном одних пакетниц так получается что заказывают вновь и вновь именно их разница в том что пакетницы бывают зайчики бывают пакетницы кошечки правда была одна пакетница девочка но мне кажется она в итоге получилось немножко похоже на кошечку потому что я и сделала волосы травку вот разница лишь в платьях в расцветках тут хотела показать уж больно эти три девицы хорошо смотрятся все вместе такие у них наряды интересные вот такие вот они с бантами на удивление все получили случайно зеленоглазые шила разных и голубоглазки видимо у меня успели уехать вот такие вот кошечки я чуть больше люблю шить зайчиков потому что у зайчиков уши с декупажем и и вроде как такой более нарядный кажется зад голова вот сама вот такие три девочки но оставайтесь со мной наверняка будет что-то во влоге интересное может быть с максимкой куда-то сходим мы сейчас часто ездим на батуты у нас очень интересный такой есть аттракцион с батутами где можно и взрослым и детям скакать может быть вместе с вами попадем еще и туда а в проекте по работе меня многие тоже спрашивают что ты сейчас шьешь сейчас шью лёшку потом еще будут там мелкие работы кое-что заказано поэтому работа всегда есть и если не отвечаю на комментарии значит я шью это снова я меня часто спрашивают где я работаю кем я работаю вот собственно обе мои работы тире хобби первое это на ю тубе я провожу много времени и попутно я работаю это шью игрушки вот так мне обычно завален стол и частенько мне приходится чтобы написать комментарии одной рукой я печатаю с этой стороны второе я просовываю вот в это отверстие и так я отвечаю на комментарии шью я игрушки в основном все свое время то есть это у меня по сути работа делаю игрушки я на заказ это для тех кто не знает вот сейчас я прострачиваю детальки а здесь уже собранные даже затонированные детали это будет лёшка наверно к вечеру буду рисовать и личка завтра одевать это то что я сейчас еще буду прострачивать и вот так вот я попутно смотрю ролики сейчас я смотрю в леночке елена прекрасная ее косметичку на неделю наверное это самый любимый мой ролик когда я смотрю косметички я на них отдыхаю и там на заднем плане видно завалует твоя косметика которая мне нужна всегда под рукой часто меня девочки спрашивают только ли я крашу силе иногда еще и готовлю девочки представляете иногда готовлю сегодня например вы ко мне попали на сырнике делаю их конечно не часто но тем не менее иногда бывает так что оставайтесь со нами ужинать с нашими сырниками я кстати не очень люблю сырники класс много или ложить много муки мне нравится больше чтобы был один творог жарила я сегодня на двух сковородочках чтобы долго не стоять у плиты и и поэтому время сэкономлено получилось сырники мы будем кушать либо со сметанкой кто хочет из домашних а я сама хочу попробовать из топинамбура сироп полить на сырники первый раз буду кушать именно вот с таким сиропом то есть блины я ела сырники еще нет он такой знаете похож как немножко жидкий мед приятный сладковатый сироп и я думаю что он украсит вкус сырника попробую с огромным удовольствием и также такой сироп у меня мама ела с творогом например я нельзя сахар в творог она не может есть сырники потому что опять же там я кладу немного сахара а вот таким сиропом полила творог и говорит очень было вкусно сладко и для диабетика это было здорово но также у меня есть еще нектар агавы но тут уже мы еще не тестировали не пробовали вот сейчас откроем и выберем с чем мы будем дегустировать вот так что те кто сейчас тоже кушает приятного аппетита ну наверное еще что-нибудь поснимаю сегодня вечер еще не закончился какой-то у меня влог не совсем правильный получился как кусочки в течение дня вырвала но в целом день прошел конечно без камеры и без вас в целом я сегодня шила работала много делала отправила пакетниц кошечек даже не я отправила муж мне кто-то там написал что зачем уже посылаешь на почту но на самом деле многие знают что у меня спина болит и если есть возможность ходячую работу делать мужу то он это берет на себя и с посылками он часто ходит у меня сам на почту посылает или получает вот это нормально девочки я хочу сказать огромнейшее спасибо всем кто мне сделал комплименты и написал что я хорошо выгляжу когда я показывал свой чипомат от эйвен на себе человека 3-4 только написали что выгляжу и на самом деле плохо и что у меня там синяки видно под глазами на самом деле я действительно выглядела плохо и сейчас еще не очень хорошо выгляжу потому что очень сильные сейчас идут боли плохо себя чувствую и в кадр трудно было решиться я маскировала как могла но все равно было видно что синяки и отеки на лице есть поэтому огромное спасибо всем кто мне назвал красавицы и кто там что-то приятное написал в комментариях все комментарии прочитала их более двухсот штук прямо настолько было приятно сейчас уже макс спит мама у меня спит код спит один муж не спит и я говорила вам я что фикс прайс заходил муж чтобы посмотреть блокноты одни зеркальные я хотела и с пайетками зеркальный он застал а с пайетками говорят их разбирают прямо вот открывается коробка и даже ничего не успевают положить на полку как вот это вот одну единственную коробку сразу расхватывают он мне взял два зеркальных вот так вот бачком покажу это золотой и второй синий очень красиво они смотрятся конечно единственное я хочу удивиться на то что очень часто фикс прайс блокноты идут в слюде упакованы но блокноты которые очень быстро царапаются те которые оставались еще на полках муж говорит они были очень поцарапаны и испорчены почему их то не упаковали в слюду они идут по 99 рублей поэтому как бы цена такая что достоин блокнот чтобы быть еще и в какой-то оберточной бумаге защитной вообще блокноты эти в клеточку ничего примечательного внутри обычная клетка но вот это вот вы видите да как зеркалит это очень красиво насколько я знаю что по цветовой гамме есть еще розовые и серебряные я рада что у меня получилось хотя бы иметь теперь эти два вообще что я хочу чем я хочу сейчас заняться я не знаю я вряд ли это буду делать вместе с вами просто хочу начать хотя бы с вами я хочу разобрать свои карандаши очень удобно тоже fix price of sky такая у меня упаковочка и в ней хранятся все все мои карандашики одно отделение для губ вот здесь вот все для губ я их хочу разобрать и посмотреть а вот это все для глаз но тут есть как тени карандаши так и просто карандаши и вот я сейчас хочу все это дело разобрать посмотреть что у меня есть в каком состоянии что я уже давно не использую может быть что-то нужно отдать хочу это все разобрать у меня есть вот такой каял черный он вечный я его выиграла в конкурсе около трех лет назад ничего ему не делается но этот тенями он испачкан а так обычный черный каял и растушевывается хорошо пользуюсь часто и ощущение что я только-только им начала пользоваться я не знаю это прям какая-то вечная вещь а от мэри кэй подводка я с ней наверно расстанусь вот я ее потыкала когда купила и с тех пор я и больше не пользуюсь она идет даже вот с такой кистью я даже на мне кажется она уж нам засохла у меня вот с ней я сейчас расстанусь я не умею не пользоваться не краситься такими вещами можно конечно если вот в дымку растушевывать но у меня есть черные тени и вот такие вот вещи я как-то простите не очень дружно поэтому вот с этим я расстанусь сто процентов и замечательная просто замечательная у меня вот такая точилка от мэри кэй у меня такая еще и запасная как только это затупиться окончательно я возьму точно такую же ну и сейчас хотя бы только так немножечко начну с вами не знаю интересный на этот ролик я вообще сама карандаши не очень люблю перебирать когда кто-то мне показывает ну вот сама решила этим заняться из интересных давайте я вам покажу хотя бы вот так вот несколько любимых карандашей моих так совсем если быстро то это вот так и почти все вот этот люблю и почти все от faberlic нет фаберлик а ты его вот эти вот все тут есть и диамант вот в общем вот такие от faberlic и вот эти давайте я вам faberlic опять faberlic эйвон faberlic и все тут так это тоже эйвон мои любимые которые гелевые вот этот прямо обожаю видите он какой красивый это гелевый карандаш они сейчас почему-то вообще без скидок идут 200 нет со скидкой но 200 с лишним и вот такой серебряный его пора точить вот серебряный я реже использую его как раз хорошо вот с этим каялом если каял в дымочку растушевывать нравится вот этот уже сто раз говорила мой самый любимый от катри смоки айс оттенок 30 каждый раз я забываю до 0 30 оттенок точу его часто так вот он смотрится он чем-то отдаленно похож на вот этот вот лист шалфей кажется так называется но уходит больше в коричневый в бежевый какой-то такой вообще вот этот карандаш был очень длинный вот он наверное был вот так и еще колпачок прям длинный длинный его уже много раз точила упала крышка мои любимые вот этот очень люблю это от мэри кэй это карандаш тени очень красиво подводить по ресничному краю стрелочку какой бы ни был макияж особенно в коричневых когда тонах и вот такая вот ну как бы близко к слизистой стрелка очень красивый томный взгляд делает нравится прям вот этот очень нравится ну и наконец-то фаберлик которому я пристала вот такой вот у меня есть интересный оттенок наверное вот здесь есть номер он интересный он иногда замыливается но вот так вот где-нибудь на руке почертишь и потом уже на глаз тоже интересный оттенок мне он не сильно идет мне идут более темные но в любом случае я им пользуюсь и смотрится неплохо из любимых от эйва ну вот мой любимый зеленый это наверное уже диамант все знают что зеленые я люблю раньше вообще молодая я больше любила черные карандаши было время когда у меня вообще был только один черный карандаш а потом я поняла что может быть с возрастом мне больше идет если в крайнем случае коричневый и перешла что самый темный у меня коричневый крайне редко вот я использую такие черные но не стрелкой опять же растушевываю в дымочку вот такой коричневый он тоже очень темный но больше смотрится все-таки коричневым чем черным и глаза делает красивей вот этот синий тоже мне нравится как и вот этот но я все не буду показывать потому что я уже увлекаюсь это я сейчас камеру выключу и буду так дальше сидеть все рассматривать ну и вот этот давайте мой любимый зеленый люблю я зеленые оттенки вы знаете вот этот прямо легко рисуют вот этот немножко такая зеленая трава а тут зелень более красивая на глазах вот этот смотрится красивее чем предыдущий ну тут я не знаю пока больше ничего вам не покажу уже сама буду сейчас разбирать не знаю интересно или нет а вот кстати интересно вот этот вот это от и фраше карандаш я его как-то пыталась на глаза и он вот видите он как-то замыливается тоже надо попробовать его разрисовать если он разрисуется пользоваться потому что мне больше кажется он как-то скоблит попробовать надо тоже его раскрасить и пользоваться по крайней мере тоже по водной линии оттенять как-то глазки и придавать им цвет может быть будет красиво ну и давайте немножечко по карандашам для губ мне очень хочется использовать вот этот карандаш вот и вот так много он у меня и в project и не было всяко я его хочу прямо активно использовать как основу под блески есть блески которые они дают только блестки и вот это вот этот как бы пигмент карандаша он очень красивый он делает пигмент губ у меня губы почти бесцветные и блески просто с блёсточками смотрится как-то бесцветно а вот на такой основе будет красивый я наверно в косметичку месяца его добавлю в декабрьскую также мне хочется вот этому карандашу больше внимания уделять использовать его как матовую помаду я его много раз уже вам показывала что как матовая помада это вообще вот прямо самодостаточное ничего больше не требуется вот этим карандашом накрасил губы и замечательно но он немножко подсушивает как и любая матовая помада совсем не смогла подружиться вот с этим так да от фаберлик вот этот вот карандаш я не знаю куда тут смотреть артикулы все такое золотое блестит вот так он перламутровый сейчас вам покажу он совсем светлый перламутровый и я с ним вот наверное ни разу не красила губы попробовала как-то как перламутровую помаду но мне не понравилось как он лег на губы как-то их выбелил некрасиво надо попробовать его тогда просто как контур губ использовать его тут много вообще я можно сказать им вообще не пользую вот то есть это вот прямо полностью новый карандаш так у меня и лежит мне его подарили и я не могу с ним подружиться такой розовый перламутровый люблю прямо вот вот в моряке люблю вот эти вот помады их я точу пользуюсь сейчас даже чаще хотя вот этот оттенок он летний такой коралловый а вот этот сиреневый этим чаще коралловый легче ложится на губы и мягче а вот этот прямо как тает его в общем бывает я просто кистью наношу вот хочу ими тоже активнее пользоваться чтобы они у меня уже уходили совсем не использую вот этот карандаш давайте вот так вам покажу 342 аж номер тоже хочу сейчас вот так вот все сводчи поделать вот он какой-то тоже такой цвет не совсем понятный ну вот наверное его надо использовать так же как я хочу использовать вот от фаберлик вот этот под блески под что-то такое вот хочу карандаша в общем я в этом месяце выделить особое внимание сейчас я разберу все остальные вот у меня есть также бесцветный вот этот прямо совсем новый от его мозаик для контура вот он такой идет когда светлые помады он хорош и вот этот оба карандаша этот от деваж ко мне приезжали в коробочках красоты вот они оба бесцветные только вот смотрите один совсем прям вот такой вот прозрачный да а этот прям как телесный что ли вот он рисует даже тоже надо будет разобраться и пользоваться ну не знаю если что вам еще показать мне кажется ролик уже слишком длинный давайте я вам вот эти вот еще два три четыре да вот это как тени еще у меня есть я покажу от мэри кей название не показываю потому что я не знаю есть ли они еще в каталогах от мэри кей есть вот такой у меня тоже карандаш тени вот ими редко пользуюсь как то вот не очень мне нравится как на глазах вот этим чаще но тоже не часто он уже такой прямо золото а вот его надо бы использовать почаще потому что он не идет в отличие от предыдущего от эйвон зеленый карандаш есть вот такой вот он в каталоге есть он там один в таком цвете куда его нанести вот он такой сочный он больше как лето когда яркие краски допустимы яркая одежда то что зимой просто некрасиво с таким ярким ходить и вот недавняя у меня тоже в коробочке красоты от никс приехали такие тени карандаш вот они мне нравятся такие сиреневые и тоже как на слизистую их наносить смотрится красиво уже не раз я использовала мне понравилось как они смотрятся на глазах вот смотрите мы с вами разобрали в принципе половину сейчас я разбираю вторую половину и посмотрю что я себе оставлю а что может быть расставлю но я думаю что еще совсем я оставлю все себе просто надо будет как-то определиться и активнее это все использовать вот сколько я с вами это я хотела вам только показать начало а в итоге вон сколько разобрала но все-таки я буду прощаться потому что ролик получился наверное может и ни о чем но достаточно длинный в любом случае спасибо огромное за внимание за просмотр всем пока надеюсь со мной было все равно интересно я что интересно Продолжение следует...